В городе нет системного подхода к развитию сети освещения. Уверен, депутаты, проекты реализуются точечно, во многом через депутатские запросы. Это не позволяет видеть и решать проблему комплексно. Поэтому народные избранники обратились в администрацию с тем, чтобы там подготовили план-график. Мы ждем, что администрация выстроит свою приоритетную табличку, как они понимают, что вот освещение сначала надо сделать здесь, потом здесь, потом там, потом сям. А дальше решаем. Какие-то вещи, может быть, в инициативное бюджетирование, потому что за них горожане будут с удовольствием голосовать какие-то, пускать по депутатским вот этим деньгам на округ какие-то, делать из бюджета, потому что это серьезные заправки. Такая таблица, по словам депутатов, необходима, чтобы народные избранники могли принимать решения, опираясь на проблемы не только своего округа, но и города в целом. Директор ДГХ Сергей Лобанов обещал подготовить план в ближайшее время. Еще одним поводом для дискуссии стала программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Она обозначает объем требуемых капитальных вложений всех уровней бюджета в порядка 10 миллиардов рублей и включает в том числе северные территории и микрорайоны 1А и 1Б. Сроки развития у нас определены довольно-таки далекие. Ну, это что-то 28-33 года. Это стоит, в общем-то, какой-то общей фразой, какой-то общей цифрой, потому что конкретики там нет. И конкретика будет тогда, когда мы уже детально начнем разрабатывать проекты планировок, межелания. С тем, что реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры растянута во времени, а потому еще не единожды будет подвергаться корректировке, депутаты согласились. Но вместе с тем попросили более внимательно подойти к планированию. Даже приблизительные цифры должны быть понятными и логичными. Водоснабжение 28-33 год, а водоотведение 35-40 год. То есть мы воду пустим, а куда она потечет? Может быть ошибка, надо это проверить. Бьемся, бьемся, мы все время говорим, давайте какую-то программу, чтобы мы видели. Нам приносят коммунальная инфраструктура, там цифры с потолка. Ну понятно, что они далекие, но, ребята, они хотя бы между собой-то биться должны. Мы как планируем, так и живем в конечном итоге. Когда у нас это не тут непонятно, не там, не тут. Надо планировать сначала грамотно, а потом после этого мы будем, понятно, что будем корректировать. В зависимости от количества средств, от количества. Но у нас и планов-то нет. Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры депутаты надеются увидеть на заседании Думы с уже скорректированными цифрами. Лидия Шулаева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.